Ну а всем, кто кушает, приятного аппетита, мои хорошие. Овощи все-таки, это такой кайф. Тяжести никакой нет. Вкусно. Вкус любой можно сделать. Острое, соленое, кислое. Сладкое. Чтобы завтра к вам не приставать с вопросом, что готовить, я к вам сегодня пристам с этим вопросом. Давайте, расскажите мне, что готовить на завтра. Не что на завтра готовить, а что завтра будем готовить. Извините, у меня за моё колено. У меня на погоду так ноги болят. Если кто не в курсе, у меня были переломаны ноги, таз был переломан. И когда вот такая погода пасмурная, что это такое, у меня крутят все переломы. Когда-то в детстве, когда бабушка говорила, крутят кости на погоду, я не понимала. Я говорю, как это крутят, объясни мне. Ну, там выкручивают. Я говорю, как это, я не понимаю. А сейчас я понимаю. В общем, не могу даже найти удобное положение себя. На кровати лежала, спина болит. Потому что тоже у меня были ребра переломаны, спина всё тянет. Здесь я чувствую, ноги болят. Это была сломанная нога. Чашечка коленная вылита. Тоже трещина по всей кости. Давно это было? Ещё, можно сказать, в юношестве. 16 лет мне было. Там же челюсть сломана, там же зубы выбила. Всё там же. 17 переломов было. Так что, друзья мои, берегите детей. Пока они куда-нибудь не влезли. Я, конечно, в этом деле была не виновата. В нас вырезался пьяный. Родитель. Но всё же. Вот у меня сын уже уходит гулять, что-то 15 лет ему. Но если его нет после 9, а его сейчас нет, я ему уже позвонила. Ой, слышите, хрустит? Позвонила, говорю, ты где? Как дела? Нормально. В общем, я всегда очкую. А теперь всю жизнь мучаюсь. И с болями. И с зубами. Как говорится, нож удаётся по силам. Значит, это должно было случиться со мной. Ну, произойдёт именно так, как произошло. Морковка настоялась. Видите, да, в этот контейнер накладываю всё время порционно. Чтоб большие не таскать постоянно. У меня, кстати, муж где-то минут 40, час назад, говорит, пойдём, поедим. Я вообще не хотела. Говорю, не хочу вообще. Прям ничего. Сейчас прошёл час, я говорю, пойдём, поедим. Говорю, здрасте, я уже поел. У меня лицо такое опухшее. А, я же рассола пол-литра выпила. Не обращайте внимания. Я же, когда готовила винегрет, пол-литровую банку рассола бахнула. Ни о чём не жалею. Не было вкусно. Ой. Королева раз в глаз. Королева, тебе в диване жарко, ты решила на полу? Скажите, королева. Такая сладкая. Вот прям, знаете, вот сейчас бы прям встала бы, и её в её мокрый мозг. Ты совершенству. Совершенство моё. Этер, посмотри, как совершенство лежит. Смотри. Я видел. А, разводилась на полу? Угу, такая красивая. Совершенная красота. Винегрет получился очень вкусный. Свёкла очень сладкая. И она прям, понимаете, вся насытила этот салат своей сладостью. И вот та капуста, в которой витаминный салат здесь вписался прямо как, как так и должно было быть. Так что, если у вас такая же ситуация, как у меня, нет квашеной капусты, можно и такой обойтись. Очень вкусно. Бульгария. Пантера настоящая. Хлеба нет? Ну, точнее, я не хочу хлеб. А Винегрет почти всё. Сыну очень понравился. Он прямо с удовольствием поел. Тебе тоже понравился? Может, тоже понравился. Можно даже ещё сделать, раз мы его так быстро съели. Немножко осталось. Я есть не буду, сыну оставлю. Действительно вкусный получился. Прямо всё гармонично. И картошки в меру, и огурчика в меру, и капуста туда вписалась как никогда. Морковка такая вкусная. Видите, кстати, вот такие салаты сырые. Морковка, свёкла. Это называется метла. Знаете, почему это тётушка называла? Потому что чистит организм. Не в общем у всех называется метла, а у тётушки... Метёлка. Говорит, надо приготовить метёлку. Это означает, что вот такой салат, чтобы... Чтобы чистка организма была. Так что, если вы вдруг хотите почистить организм, то вперёд. И винегрет в том числе такое же дело. Если у вас сила воли есть, и вы не добавите картошку в винегрет, то это будет вообще... Там будет сплошь без крахмала, без ничего. Идеальный состав. Ну и добавила. Всё, последняя девочка. Аж жёлтая. Приятного аппетита, мои хорошие. Обязательно на ночь покушайте. Приятного аппетита. Ложка лежала в салатниках. Я воспользовалась случаем. Удобным моментом. Всё. Чайку ещё надо подпускать. erstmal мою политику.